Всем привет! В этом видео мы будем ремонтировать стиральную машину Samsung Eco Bubble. Проблема в том, что эта стиральная машина у клиентов шумела. Почему шумела? Потому что сейчас она не шумит. Обратились ко мне с жалобой, что в машинке появился посторонний звук. Я попросил записать его на видео и скинуть, собственно, мне в мессенджер. И на самом деле было очень похоже на то, что в машинке посторонний предмет. По факту я сюда пришел уже, думаю, сейчас будем доставать отсюда из машинки посторонний предмет. Вращаю барабан и никаких посторонних звуков не слышу. Да, ну вот смотри, я сейчас вот вращаю барабан. Буквально слегка слышно звук мотора и более ничего. Изначально, когда ты видео записывал мне для Viber, там же по-другому... Это было сразу же после стирки. Когда после отжима я вытягивал белье и прокручивал, там посмотреть, чтобы какой-то носок не завалялся. Вот реально звук был намного сильнее, как будто бы действительно что-то терло и шелест такой был. Ну да. Соответственно, я и снял видео, тебе отправил, а на видео еще сильнее звук был, чем реально. А потом буквально на следующий день он стал меньше. Сегодня вообще практически ничего не слышно. Сейчас будем разбираться. Вот буквально сейчас ставим вам вот это видео, которое мне сбрасывали, на котором очевидно слышно, что что-то внутри трет. Исходя из этого звука, для меня, например, очевидно, что это, опять же, посторонний предмет внутри. Сейчас его нету. Сейчас просто этот посторонний предмет перестал тереть, ну или касаться барабана, поэтому звук пропал. Но, опять же, никто же не утверждает, что он куда-то делся из стиральной машины. Скорее всего, он где-то просто чуть-чуть по-другому улегся в баке и перестал касаться. После очередной стирки он может опять стать по-другому и опять начать тереть. В зависимости от того, что это за предмет, последствия могут быть разные. Начиная от того, что машинку заклинит, там порвет барабан, заканчивая тем, что может пробить бак, порвать патрубок и так далее. Поэтому, несмотря на то, что сейчас нет никакого постороннего звука, нам необходимо найти этот предмет. И самый простой вариант, чтобы не разбирать полностью всю машинку, это заглянуть хоть как-то в бак и посмотреть. В большинстве случаев посторонние предметы лежат внизу бака, на дне. Хотя бывают разные варианты. А что у нас внизу бака, Паша? Тен. Тен. Все верно. У нас внизу бака находится тен, который мы можем вытащить и через отверстия, образовавшиеся от тена, посмотреть, есть там что-то еще или нет. Если мы там ничего не найдем, тогда будем дальше изобретать велосипед. Поэтому пока разбираем и добираемся до тена. Так, ну и вот он тен. Давай, его будем вытаскивать. Я вот тут тен снимаю и даже поймал себя на мысль, что даже не знаю, как я хочу. Сейчас откроем тен и увидим сразу посторонние предметы. Вроде бы все просто, быстро и легко. Сколько там прошло, там 5 минут. Но зато видео какое-то короткое. А если сейчас мы откроем и ничего не увидим, вот тут уже может быть что-то интересненькое. Почему его так сложно вытащить? Не знаю, по-разному бывает. Ну, давай попробуем еще больше открутить. Резинка, как правило, вот эта со временем, на которой уплотнительная. Она, скажем, застаивается, принимает свою распертую форму и не дает вытащить. О, видишь, и пошел. И не дает вытащить тен. Ух ты, смотри. Юра, сколько машинки лет? Примерно 8. 8. Ну, смотрите, какой тен за 8 лет. Кстати, в том видео про духовку я как раз говорил, что есть еще китайские тены, кавайи, которые часто стоят на стиралке. Так вот, как раз здесь стоит кавайи. И вот вам, собственно, китайский тен. 8 лет и службы стри почти как новенький. Ну, на самом деле, это не столько еще от тена зависит, сколько от воды, которая в водопроводе. Так, ну, пока я внутри что-то, кроме каких-то ниток, там пока ничего не вижу. Надо какой-то фонарик, Паш. Дай мне, пожалуйста. Так, ну, ничего я здесь не вижу пока. Странно. И звука нету, и снизу ничего не видно. Так, Паша тут успел подать идею, что она могла в фильтр уйти, но фильтр вряд ли, потому что машинкой не пользовались после того, как сняли мне видео. Так, что делать? Можем, конечно, еще патрубок снять, посмотреть. Может, там что-то увидим в патрубке. Но я сомневаюсь очень сильно, что мы там что-то увидим. И уже начинаю думать о том, что надо машинку по бак вытаскивать. В идеале. Ну, если мы действительно верим и уверены в том, что там был посторонний предмет, а по видео, ну, прям очень-очень похоже. Ну, во всяком случае, очень похоже о том, что внутри по барабану что-то трется. То по факту, и вот мы его сейчас не видим, посмотрим в патрубке. Если в патрубке нету, то, скорее всего, придется разбирать бак, то есть вытаскивать из машинки бак и разбирать его. Вот. Сейчас будем смотреть дальше. Так, ну, на самом деле, я даже не вижу смысла сейчас этот патрубок снимать, потому что я в нем вообще ничего не чувствую. В нем нету ничего. Слушай, а что если мы ошиблись? Ну, или я ошибся. И мы ничего не найдем в этой машинке, обидно будет. А что так? А что так что? А что обидно? Или что не найдем? Что не найдем? Ну, смотри, там не видно, ничего не слышно. Мы только основываемся на том видео, которое мы видели в мессенджере. Вот. А если я ошибся? Ну, ладно, все равно лучше проверить и ничего не найти, чем не проверить, и потом это вылезет, в прямом смысле этого слова вылезет, через бак, например. Так, ладно. Я пока тут в такой позе, мне очень удобно открутить нижние саморезы. Подай мне отверточку, пожалуйста. Я вот еще подумал, пока тут откручивал, а может быть, этот посторонний предмет, знаешь, где лежит? Где-то в манжете люка и иногда трет. То есть, там он может тоже улезть и где-то вот тут может тереть и застрять. Сейчас мы еще туда сначала заглянем, перед тем, как все разберем. Было же действительно слышно на видео, слышно именно тарахтение. Очень похоже, как что-то тарахтит по вот этим сотам барабана. Тык-тык-тык-тык-тык, вот так вот. Я более даже был уверен, что это прям очень на косточку похоже, ну отливчика. Вот это прям звук, вот прям почти один в один. Но учитывая, что ничего подобного в этой стиралке не было, то это может быть что угодно. Ну и другой какой-то построенный предмет. Вот. Ничего там, да, в манжете? Ничего нет. Так. Ну, сейчас мы еще, наверное, снимем мотор, посмотрим его. Вдруг там где-то мотор, якорь мотора закрыт таким пластиком, который иногда лопается и тоже начинает шелестеть. Звук немного другой. Но посмотрим на всякий случай, чтобы всю машинку не разбирать. Тут вот, кстати, мотор, когда снимаешь, главное плитку не побить на полу. Было уже такое? Слава богу, нет. Но когда он падает громко на плитку, всегда страшно, что это будет в первый раз. Блин, ну, мотор как мотор, все отлично. Можно даже открутить щеточку, посмотреть на нее. Но я боюсь, что мы там ничего не увидим. Максимум, что мы сможем посмотреть, это износились они и пора ли их менять или нет. Короче, диагностику делаем, да, машинки? Ну, не тоже бы диагностику, но заодно ради интереса поглядим. Вот, и то, наверное, даже одну только открутим. Блин, да тут щеточки как новые. Ты вообще стиралкой пользовался этой? Пользуюсь, конечно пользуюсь. Блин, вообще как новенький. Можно ставить себе и забыть про них еще на 8 лет как минимум. КОНЕЦ 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 ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА-ТА ничего нету когда и следов даже нету от того что где-то что-то терлась Юра ты зачем мне сказал что внутри посторонний предмет это вот мы что зря машинку разобрали ничего не знаю ты мне сказал разбирай машинку надо все проверить блин а крестовина не лопнула часом крестовина вроде целенькая все ремонт закончен нет нам еще это все собрать теперь надо жесть так блин ну на видео же явно видно ну точнее слышно что что-то как бы когда барабан вращается то есть слышно прям как что-то по вот этим вот ребрам ну или под этим сотам что-то тарахтит и более того видно что даже барабан он как бы в напряг крутится то есть как будто его что-то притормаживает но здесь на барабане даже следов особо не видно единственное какой след есть небольшой спереди потертости вот по кругу блин все равно не похоже на это короче что-то мне я еще раз пересмотрел видео только что вот ну и прям я прям уверен что что-то внутри трет а вот ничего нету да нет на ее не похоже ну то есть это да она довольно относительно хрупкая думаю что молот это болото так тарахтеть так ну резинку мы сейчас вот эту снимем вы моим ее раз мы до этого добрались бак аккуратно точнее крышки бака тоже но что это было для меня остается загадкой получается у нас сегодня привидение с моторчиком которая тоже тарахтит в каком ухе у меня у тебя в каком ухе жужжало когда ты видео снимал в левом или в правом так в двух до в обеих или как она там говорит ладно шо ну тогда моем моими собираем и получается что у нас сегодня акция мы разбираем машинки шап их помыть и собираем обратно абсолютно бесплатно бывает и так ну что ж как утверждает британские ученые у тех кто подписан на канал мастер плюс стиральные машины тарахтят на 30 процентов реже поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите вопросы в комментарии и обязательно смотрите следующие интересное видео а мы пока все это собираем моем кстати это очень здравая мысль это очень здравая мысль вполне возможно он говорит что он понял она оказывается у него тарахтела пока он не подписался на канал как только он подписался она перестала тарахтеть а ты мог сразу сказать что ты подписался по 100 как на тарахтела вот так вот лечится все ладно моем собираем уже после того как помыли бак здесь на сальнике видно следы того что он уже начал ржаветь вот уже видно резина начала вспучиваться это признаки того что он внутри ржавеет ну и собственно по сальнику стало видно что его уже деформирует ну и я уже предложил клиенту сразу поменять здесь подшипники сразу скажу что я предложил их поменять собственно бесплатно то есть я не буду брать за замену подшипников пока машинка полностью разобрана грех уже сразу не поменять подшипники ну заодно сможем исправить скажем или искупить свою вину что забрали у клиента так много времени на вот эту сборку разборку и так далее все отлично он даже лучше чем был машинка наверно хотела просто чтоб не поменяли подшипники правда машинка